А это первая невеста пошла на меня. Да? Да, да, да. Ну, в общем, парень, что вас с юбилиной связывает? Тут есть такие мышцы. А? И вот так их нужно напрягать. А напрягать вот рот или вот эти мышцы? Рот, они в коем случае нельзя напрягать. А как? Потому что тогда мужчина будет. Я Лариса Дузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Анна, Ева и Татьяна. А Женихна Сергей, здравствуйте, проходите. Сергей, 52 года. Все возлюбленные с удовольствием рожали ему детей, но лишь одна согласилась стать законной женой. Сергей в прошлом депутат городского совета. Сейчас владелец туристической фирмы. Гордится тем, что спас жизнь утопающему. Признается, что не заходит в общественный транспорт без перчаток и любит класть ноги на стол. Предупреждает, что зимой ловит рыбу, летом выращивает цветы и круглый год ходит в баню. Сергею будет некомфортно в отношениях с женщиной, которая не выпускает из рук мобильный телефон и интересуется только собственной внешностью. Женится на веселой, длинноногой интеллектуалке, которая сможет поддержать беседу на любую тему, будет приковывать внимание других мужчин и излучать сексуальную энергетику. Привет, друзья мои. Да, это с чем вы к нам пришли? Здравствуйте. Я бы хотел бы... Ставь, как дамы обращайтесь. И вначале по возрастающим. Я родился в старинном-старинном городе. Он практически ровесник Москвы. Называется Лида. Женское имя Лида. Это республика Беларусь. Так как здесь очень много народа, и народа разного бывает, и позитивного, и негативного в том числе, а вы тут как вратари на воротах стоите. И очень много энергетики, и очень много черных дыр, которые сюда приходят, и просто подсосаться, засосать даже у вас могут. Поэтому я бы хотел вам такие вот амулетики сделать. Это вам. Это вообще достаточно необычно для мужчин, да? Ну да. Особенно, который... Интересоваться такими вещами необычно. Это наш бальзам. Древний белорусский бальзам. Сделан по технологиям 13-14 века. 20 ингредиентов – это то, что произрастает в нашей европейской полосе. В общем, просто это в кайф. Девушки, это для вас. Мне больше нравится, когда меня девушка зовут. Я что-то раньше, когда я была девушкой. Среди, все. Во-первых, мы обожаем представителей Беларуси. Все женихи из Беларуси, которые приезжают, уезжали от нас с невестами. Мало того, женились, и у них уже дети. Из Беларуси, там парни очень хорошие. Именно такое мужское воспитание, там воспитывают так мужчину. На ушах в группе поддержки я и молчу. Я представляю, как наши невесты уже там занервничали. А мне уже сказали, идет и говорит, а это первая невеста пошла на меня. Да, да, да. Ну, в общем, парите, что вас с Эмилиной связывает? Ну, мне неудобно говорить. Давайте я расскажу. На самом деле, нас связывает... Вот не случайно ведь Сергей подарил всем вот эти обереги, амулеты. Сергей очень сильный энергетический человек. И он помогал очень многим моим знакомым в трудных ситуациях. Он видит то, чего не видят другие. И мы на этой почве с ним познакомились. И многие наши артисты тоже с ним дружат. И мне кажется, что вот это добро... А можно дать... Ты смотри, всем хорош. Нет, у меня много недоставков. Четверо детей. Очень много. Вот сколько вы ему дадите на вкидку? Можно, да, скинуть. 46-47 где-то, да? 45-46. Но он вот на фотографии как-то был потолще. Он скинул к программе пару килограмм. Ну, подготовился. Подседнулся. Значит, первый раз женились во сколько? 25. Опять 25. По любви? Очень по любви. Чрезвычайно по любви. Я видел фотографию. Визуально девушку понравилась до такой степени, что я решил, что ты должна быть в моей будущей. Хотя слово «должна» мне так не нравится. И что сначала было? Официальный ЗАГС, а потом дети? Или все-таки залет случился? Залета никакого не было. И в браке? ЗАГС четко я выбрал цифру, которая мне импонировала. И мы, несмотря на то, что это был не рабочий день, рабочий день у нас произошла свадьба. И потом поехали на свадьбу на путешествие. Один ребенок родился в браке? Да, девочка родилась в 20-30 февраля. Глаза у него, да, интересные? Добрый. Интересный мужчина. Амулятор? Боксер, наверное, да? Он еще увлекается какими-то такими необычными явлениями. Мне вот это тоже тема близка. Что случилось в браке? Почему вы развились? Дело с браками следующее. Я как человек, обожающий здоровый образ жизни, любящий, когда в семейных отношениях диалог, а не монолог. А там следующая ситуация. То есть я... Она курила. Курила везде. То есть не почистив зубы утром. Когда утром человек просыпается, берет пачку сигареты, начинает курить, ну это как бы, ну можно раз, может два. Ну это ужасно. Нет, это на самом деле... Я в принципе не люблю табачный дым. А пробовали разговаривать? Конечно. Нет, ну это такое неуважение к мужчине. Нет, это неуважение к себе, к ребенку, к семье, к дому, к своему. Ой, ужасно. Ой, неуважение. Это курение, это не особо круто. А вторая женщина? А вторая женщина, я не люблю такое понимание, как гражданский брак, потому что это не юридическая понятия. Ну мы будем называть это гражданский брак. Сожительница. Сожительница, да. Я сожительствовал с девушкой, которая меня устраивала полностью. У нее был небольшой коэффициент IQ, но она была очень сексуальна. Вот на этой вот, в этом как бы мы с ней и сошлись. Потом через некоторое время она очень некрасиво стала поступать. Я не ревнивый человек, в меру не ревнивый человек. Я доверяю человеку, потому что невозможно человеку сказать, не заниматься сексом с кем-то. Если девушка решит, куда-нибудь уедет, она это сделает. Она вам изменяла? Она изменяла с моими друзьями. И мне это очень не понравилось. А вы об этом знали? Да. Но вы не были в статусе мужа, вы были такой же друг, поэтому она просто любила вас. Я ей сказал, забирай все, что угодно, но до такой степени буквально не думал. Через два дня, когда я приехал, гвоздь только, который невозможно было вытянуть в моей четырех комнатах, в квартире не было детей. Вот он выбрал женщину с небольшим IQ, но сексуально. Но сексуально, да. Но для меня это такой не очень хороший знак в мужчине. Следующий кто? Мы познакомились с ней в одной из социальных сетей, не буду ее называть. Два их родила, да? Да. Мы встретили, что она говорит, я не могу иметь детей по медицинским параметрам. Она показала кучу бумаг, я жила с тем, с тем, с тем, не получалось. Мы с ней договорились, пройдя медицинскую экспертизу, ставя друг другу справки, мы занимались с ней незащищенным сексом. И в первый же день, через какое-то время она мне звонит и говорит, Сергей, ты как бы не падаешь, ты сидишь. Я говорю, да, я сижу, даже стоя не упаду, я беременна. Но ты ничего как бы не переживай, ты же сказала, что как бы вот появилась дочь. Через какое-то время, с разницей в год, появился сын. И самое интересное, что дочь появилась буквально ее день рождения, она близнецы, и в следующий день ее день рождения дочери. Ничего себе, ставили диагноз бесплодие, она родила. Он еще и волшебник. Скажите, а вы были рады этим детям? Безусловно, я обожаю детей. А формыли отношения? Я детей оформил на себя, она говорит, я не могу, ты же меня не любишь. Я говорю, ну душой криветь не буду. Нет, ну я тебя не люблю. Я говорю, ну давай ради детей как бы жить. Она говорит, ну я так не могу, я не могу без любви. Скажите, а что тогда вас связывали? Скажите, скажи, пожалуйста, вот когда двое друг друга не любят, то зачем? Так получилось-то случайно, я что, дожидал, что ли? Ну она зато довольна осталась, у нее детки, она мечтала, она уже не думала, что они родятся. Второй, честно говоря, я был виноват, я хотел, я хотел очень сына. А вам зачем женщина, которую вы не любите? Ну кто-то из двоих должен любить хотя бы одну. Первая ситуация случилась, говорится, как случилось. А вторая уже случилась, как оно могло не случиться. А четвертый ребенок? Четвертый ребенок был самый первый ребенок, он так же рыбок, как и первая дочь. 88-го года рождения, я был в Затоке, когда-то отдыхал, и встретил девушку. Девушка говорит, давай, как бы, встретимся, давай. Встретились, утром разъехались, потом она мне пишет письмо. Ты знаешь, я как бы вот так вот. Но мы договорились, что мы никаких отношений нечего. Появился ребенок, появился ребенок, первый сын. То есть у меня первый сын, и, я не буду говорить, последний, и предпоследний, крайний, да, сын. Энергия от него позитивная идет. Дети, да, он продолжение плодовитый. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вы участвуете в судьбе детей? Вы помогаете мамам? Первого я не могу найти, я даже пробовал его искать. А потом, ну я не очень сильно, возможно, искал, потому что если бы появился, он бы сказал, папа, а ты кто вообще такой? Такого 28 лет. Да, да, 28 лет. Уже сегодня во времена интернета даже то, что ты хочешь скрыть, это невозможно сделать. Ну, в общем, не общаясь. А троим? В шесть месяцев я его видел. А троим детям младшим? Помогали деньгами, например? Да, да, да. На свадьбу тоже помог, отправил свадьбу на суперсер, по возможности. А встречались с маленькими, гуляли в парк, в зоопарк? Я вам скажу так, не настолько, насколько хотелось. То есть мне, если взять, можно поставить точно в упрек, что я недостаточно обращал внимание и не давал... Ну, все, мы пробежались сейчас по вашей жизни, а сейчас давайте, как говорят в Одессе, поговорим за жизнь. Да, с удовольствием. Эвелина, вот у нас такой бизнес, мы со всеми дружим, да, у нас длительные поездки, гастроли, и мы, в общем-то, мужчин хорошо знаем, мы знаем, что у них происходит в семьях, ну, а куда деваться, самолет ждешь, в поезде долго едешь, то есть мы в курсе, мы знаем вашего брата. Вот скажи, как часто бывает, потрясающий друг, вот просто ночью поможет, все, и никакой муж. Точно, точно, абсолютно согласна. Да, уж особенно в нашем цеху, в нашем профсоюзе. Да, да. Вот как тебе кажется, с чем это связано? Потому что Сергей, мне кажется, действительно и поможет, и приедет, и все расскажет, и оберег, подарит, да, все. Прекрасный друг, но муж никакой. Да, возможно. Вот если его зацепить, он останется в доме. Зацепите сегодня его, зацепите. Сразу двух зацепить сегодня. И что с такими делать? Сегодня придут невесты. Сергею 52 года. Ну, мне кажется, что Сергей, он уже созрел, он уже сейчас на вот этих прошлых ошибках научился. Вам же нужна молодая от 20 лет, и, во-первых, я вас не буду ругать, я вам не сестра. Смотри, смотри, скажу, как в один момент, нет никакой перевязки к цифрам. Когда я вижу человека, и внутренняя красота, внутренняя энергетика, внутреннее обаяние... Сереж, давайте, вы нас, пожалуйста, не путайте. Я уж прямо расслабилась, думаю, ну, наконец, брак просчет у нас такой, нормальный, хороший, цивильный. Вот я зачитаю, кто нужна. Кто нужна? Рост 170, вес 50-55, длинные волосы, небольшая грудь, красивая фигура, красивые ноги. И вам, кстати, не важно... А, вы, очень важно, чтобы ваша женщина нравилась другим мужчинам, и все равно, и вам зато не важно ее прошлое, хоть стриптизерша. В этом плане, да, насчет того, что... Ну вот, мы говорим только о внешности и о молодости. Не принципиально. Ну, допустим, если была бы я вашего супруга, да, то я не знаю, насколько ваши друзья радовались бы, и была бы ли я визитной карточкой, все-таки я на шестом десятке женщина. Ну, вы звезда, простите, Роза, тут, знаете ли... Ну, а спать ему ночью со мной придется, понимаете, не трогает. Вот, смотрите, уникальное имя, и Роза вообще уникальный цветок. Есть Роза, которая ядовитая, как скорпион. Ой, да не подмазывайтесь. Я не подмазываюсь. Дайте мне свою работу выполнить. Так вот, Лариса спрашивает, 20 лет подойдет, или мы будем рассматривать... Я не буду загоняться по возрасту, если мне человек понравится, я не буду спрашивать, сколько лет. Не, ну подожди, 20 лет, конкретный вопрос. Вот придет девочка сейчас 20 лет, она пойдет в невесты вот для тебя? У меня прошлая девушка, с которой расстался, мы с ней жили год, ей было 21 год. Пойдет, значит. Значит, пойдет. Ну, я с ней расстался из-за того, что она сказала, я или дети. Говорю, три раза скажешь, мы расстанемся. Она сказала три раза, она мне давала свой час с моими детьми, что очень глупо и очень мне непонятно. Вообще мой типаж, да? Ну, все, мне кажется, что он тебя и ищет. Ну, давай мы не будем за него решать. Я буду подбирать молодую, которая согласится выйти замуж за взрослого мужчину. А еще лучше, если бы она нуждалась, а у вас было бы больше, чем у нее, и она будет за то, что у вас есть, она бы сказала девчонкам своей, Мавелиной, да я все про него уже знаю, я тебя умоляю. Зато я не сплю на вокзале, образно говоря, и ушла от этого идиота, и он боится подходить, потому что Серега ему в лоб даст. Все. Вот мне кажется, что он проживает с новой женщиной, с каждой новой жизнью. Он бессмертный. Сергей, Солнце, Марс и Сатурн удали в оппозиции к горячей Луне во Льве. Поэтому вы как кипящий чайник, понимаете? 100% сам себя обжигает. Да, то взорветесь, выпустите пар, то наоборот охлаждаетесь, уходите глубоко в себя. И вот поэтому и в браке, конечно, женщину нужна активная, авторитетная, спортивная, настоящая амазонка. Смотрящая за мужем, да. Да, но вот как раз в любви вот эта непоследовательность, двойственность, хочется очень яркую, хочется в то же время любящую, тихую, покорную. Абсолютно противоречивая. Понимаете, да. И друг обязательно должна быть. Вот. И причем не только вам, но и всем вашим детям. Поскольку она должна принимать всех, кто придет к вам. Я еще хотел бы уточнить. Но самое главное – личность. Если женщина не будет следить за собой, то она будет следить за своим мужем. Поэтому по-любому в домашний халат тоже, как бы, все эти определенные моменты. В общем, столько требований у тебя, Сергей. Да, какие-то требования. Ужасно много требований. Нет, нет, нет. Мне кажется, очень много. Знаешь, я только сейчас осознала, что ведь тебе сложно подобрать женщину. Да, это правда, очень сложно. Знакомьтесь с первой невестой. Садись. Привет. Привет. Меня зовут Аня. Очень приятно. Сергеевич. Прекрасно выглядишь. Взаимно. Анна. 32 года. Частный предприниматель. Гордится тем, что умеет управлять яхтой. Признается, что везде с собой берет своего тойтерьера и не может обойтись без горничной. Предупреждает, что возлюбленный должен быть для нее авторитетом. Чтобы не чувствовать себя зависимой от гражданского мужа, Анна активно занялась карьерой. Но вскоре поняла, что личная жизнь мешает ее профессиональной деятельности. Надеется, что с Сергеем они найдут общий язык. Здравствуйте, Анечка. Мы рады вас видеть. Мы вас помним. Вы участвовали в нашем аукционе перед новогодним с варежками. Тем самым помогли героине. А сегодня очередь нам помогать вам. Поэтому молодец, что пришла. Дамы и господа, я устраиваю аукцион. У меня есть инстаграм. Лара Гузя. Предлагайте свои цены. Я увидела пост в инстаграме Ларисы еще до выхода программы с Женечкой. И, как любой нормальный человек, конечно, не могла остаться равнодушной. Когда вы вышли, вы все так сказали. Спасибо. Какой у вас рост? 186. 186. А цветочки, наверное, надо. Нет, предыдущая девушка была 1,90. Ой, какая пригласная. Спасибо, моя дорогая. Все красавицы. Спасибо. Ну вот эта невеста классная. Мне кажется, вот то, что ему надо. Молодая, высокая. Но она не выглядит на 32, да? Нет. Я думала, где-то 24 максимум. Я вообще думала, ей лет 20. Она ему родит еще четверо детей. Кстати, еще есть у вас такой финиш, чтобы была худая и высокая. Да, да. Так, ровно. Последняя девушка была не противеноса. Но вы видите, мы удовлетворили вашу подругу. Похвалился. Вы должны сразу понимать, хвальбун. Рта не даст открыть, поэтому молчите. Ну, водолей. Я тоже водолей. Два водолея. Последняя крайняя девушка была тоже водолейкой. Это классно. И как? Офигенно, но мы расстались. А че же они стоят? Офигенно, но расстались. Ну, нормально. Да. Мне кажется, она им понравилась. Да, мне тоже кажется, что... Он сразу так параллель начал проводить. Я думаю, что-то там... Что-то загорелось. Аня, когда вы почувствовали свою зависимость от сожителя и решили заняться своей карьерой? Ну, независимость. Я работала. И вообще, я была достаточно молодой. Мне был 21 год. Ему было 33 на тот момент. И, в принципе, я уже на тот момент достаточно успешно работала манекенщицей. При этом меня обеспечивали родители. Да, у вас папа же предприниматель. А он, по-моему, работал с вашим отцом, да? Да, они начали работать совместно с моим отцом. И, в принципе, работают до сих пор совместно. То есть мы общаемся. Но на тот момент, когда мы жили вместе, начали жить вместе, в какой-то момент ему, видимо, показалось мало контроля. Ну, мужчины любят полностью контролировать женщину. И он попросил меня, чтобы я манекенщицей больше не работала. Потому что его обеспокоит внимание мужчин к моей персоне. Несмотря на то, что я всегда была там доступна, никогда поздно не приезжала домой. То есть ничего такого конкретного не было. Каких-то там претензий. Ну, просто вот его это беспокоило. Ну, я все-таки, да, я все-таки согласилась уйти из модельного бизнеса. И сначала все было замечательно. Через полтора месяца он забыл про наш совместный обед. И когда я обиделась по этому поводу, он мне сказал, ну, конечно, ты дома сидишь, ничего не делаешь. Скажите, а предложение вам не делал он? Он мне сделал предложение, скажем так, когда это уже было поздно. Вообще часто бывает, мужчины просыпаются, а женщины уже охладели. Да, когда все от них уходит. Смотрите, Анна, перед вами Сергей. В отцы вам годится, 52 года. Ну, во-первых, внешне это мой типаж мужчины. То есть я люблю, чтобы мужчина был крепкий, высокий. Я не люблю худых, там, очень стройных. Ну, вот для меня это дрещей, скажем так, я не люблю. Вот. А все остальное время покажет. Глаза у нее такие спокойные. Немножко грустная она такая, видимо. Ну, устала. Потому что высоким девушкам иногда сложнее найти мужчину. У меня вопрос. Скажите, а какие функции выполняет ваша горничная, без которых вы не можете обойтись? Ну, я на самом деле считаю просто, что горничная, то есть та работа, которую она выполняет... А какую она работа? Ну, всю уборку всего дома. То есть я не хочу тратить на это время... То есть со скольки лет у вас домработница? Ну, с детства. А давайте посмотрим, что же она там убирает у вас. Да, проходите. Добро пожаловать в нашу спальню. Это мой самый лучший друг, точнее, подруга Кася. Наша кухня. Холодильник, который... Ну, в общем, я не очень много ем. А здесь у нас вот камин Кася на место, где мы читаем ей книжки. Она любит слушать истории про маленьких собачек. Да, Касяня? Ну, вообще, она здесь играется. Сейчас мы с вами спускаемся в зону бассейна. Плавать не будем. Сегодня у нас другая программа, другой план. Здесь у нас... Это вот наши такие домашние Мальдивы. Олимпийский наш бассейн. На самом деле, для начала дня, когда уже полезно, очень много воды. А чем вы занимаетесь? Кто оплачивает горничную-то? Такой странный вопрос. Не, ну как, вот, можно родители у вас как бы не бедные. Мне 32 года. Я, слава богу, давно сама работаю. У вас бизнес? Частный предприниматель. Он ее выберет сегодня, а мы с вами пойдем домой. Расслабьтесь. Детей хотите? Потому что, если собачки читаете книжки, значит, дети у вас будут такие облизанные, такие залюбленные. Ну да. А, кстати, у вас... Я могу, Роза. У вас яхта-то есть? Водить вы умеете, я слышала. А сама-то яхта есть? Ну, была, я ее продала за ненадобностью. Я жила несколько лет в Черногории, я руководила там строительным проектом своего отца. Образование у вас какое? У меня институт международных отношений и MBA, инвестиционный банкинг. Потому что вы можете иметь любого мужчину. Да, я сейчас сижу и думаю. Но он потерялся, на ее фоне он потерялся, на самом деле. Вы должны сидеть на этом месте, дорогая моя. Поэтому не расстраивайте нас, если к вам выйдет Сергей, не выходите с ним, пожалуйста. Да, не по лицу караваю, дорогая моя. У вас три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Пожалуйста, есть такая? Да, конечно. У нас наша семья по маминой линии принадлежит к княжескому роду. У нас есть фамильный герб, есть несколько имений. У меня польско-русские корни. А вот герб. Да, вот, собственно, герб. А что это женщина всем управляет? Я в честное разумие по-польски. А это что, рога, что ли? Барзо-добжи. Зинько и барзо. Я же че польско не сгине, а кеды ми же ему. А что у нее в руках-то? У нее в руках оленей рога. Это не прямой символ того, как воспринимаются у нас рога. Типа, мужчины, вы должны понимать. Да, это 16 века после Германии. Просто, да, а я как раз бы восприняла бы, типа, охраняет измен, сразу рога-то я тебе облажаю. Анна, очень вы нам понравились. Это просто шедевральная девушка. Она и красавица, и свой бизнес такого уровня. Покажите сюрприз. Можно, Сергей, а? Увелина. Вот представьешь, да? Вот бабы. Ну, раз мы на кухне, тогда на ты, да? Конечно. Кухня-то супер. Я в курсе, что ты любишь экспериментировать в ЕЕ. Обожаю, да, да. Поэтому сейчас мы попробуем проэкспериментировать. Вот у нас предложены продукты. Единственное, чем мы заправляем майонез, я бы его отправил бы немножечко в командировку. А мы, на самом деле, здесь выбираем то, вот ты, то, что ты считаешь. Какие ингредиенты, да, будем считать? Да. Из всего этого можем выбирать то, что нравится, да? Да, 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 да. Он не делает, а она заберет домой и поможет свой пустой холодильник. Ты все-таки хочешь накормить ее. Это помидор, да? Я бы взял бы помидоры, однозначно. Может, мы его порежем хотя бы? Ну, конечно. А ты тоже туда кинь, что-нибудь тянь? Да. У меня керамические. А вот это что? Это 5 минут. Да, мидии отлично будут, вообще шикарные. Тогда все, да? Это орешки, да? Это мидии. Орешки тоже есть. И мидии. И вот предполагается какое-то продолжение речи. Это кедровые орехи. Ну и кормите Сергея мидиями. Ничего себе так, повар просто. Ага, креветки. А резать нельзя, надо руками рвать. А вы сегодня салати кушали, Данил, девочки? Мы так кушали. Нужно кушать салати каждый день, да? Ну не с кедровыми орешками, кстати. Нет, салатик не кушала, я покажу овсяную. Анечка, а вообще следите, да, за тем, что едите? Или генетика просто? Я на самом деле, ну я не ем мясо вообще всю жизнь. То есть... Я практически тоже не ем. Не птицу, не... Птицу могу иногда, но в основном только морепродукты. Не ем, не ем... Как ты считаешь, как ты считаешь, как бы ты добавила? У кого четыре ноги. Ладик, ладик, ладно, как считаешь. Ой, а моя дочь не ест, у кого ресницы. Вот я спросил, поэтому у меня... Да, я не успела. У коровы, там, лошадь. Да, лену четыре, потому что неудобно его жевать. Вот зимой, мне кажется, очень сложно прожить без мяса. Я бы просто замерзла, например. Мясо греет. Мясо греет. Я объявляю конкурс на лучшее название салата. А потом не будь расстроиться. Нет, нет, в любом случае. Я вообще как бы могу выкатить полбанки свежего козьего или корового молока, и все в порядке. Благодарю, название салата водолей. Вот, супер. Кстати, они же оба у нас. Да, 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 да. И салат оригинальный. У тебя февраль, да? Январь. Январь тоже, отлично. У меня 28-е. У меня 29-е. Ну, вот, как обычно. Приносите салат. Ивелиночке дайте попробовать. Допробуйте его. Нет, надо Ивелине, потому что она с Ватей. От нее будет зависеть все. Сейчас буду пробовать. Я, правда, не знаю, кого открыть, а не вдвоем делать. Спасибо огромное за внимание. А пока Эвелина пробует, забирайте своих прекрасных друзей. Какое у вас платье расходило. И друзья классные вообще, офигенно. Он внешне очень сильный, но он ранимый и уже потрепанный жизнью человеком. Он сейчас хочет найти надежную женщину. Он хочет найти. Эвелина, понравилось тебе, Аня? Так, я клашу салат. Ты можешь есть и говорить. Не-не, я наела, спасибо. Аня волшебная, слышишь? Волшебная. Это просто... Я очень часто смотрю вашу программу, и это, пожалуй, одна из самых лучших невест, которые вообще здесь были представлены. Ты понимаешь, что она при своем папе, при своем статусе, возрасте, росте могла бы быть абсолютно конченым человеком? Конечно. Чтобы было все хорошо. Конечно. Количество мужчин не уменьшилось бы. С детства, няньки, горничные, ничего. Но она при этом абсолютно какой-то обворожительный, мягкий, добрый, щедрый, открытый человечище. У меня руки ледяные просто. Я так волнуюсь, это вообще... Она водолей, то есть день рождения идет за вами. День рождения. Это ребенок 1984 года, дети кометы Галии, дети парада планет. Понимаете? Это период, как раз, когда начался парад планет. Поэтому она, несмотря на широкую натуру свою, она человек своего поколения. Поэтому она мыслит, как ее поколение. Она человек очень сильный. Действительно, чайник тоже в чем-то, как вы. Потому что луна огненная, луна в стрельце. Отсюда стремление к людям постарше получить опыт. Это правда. То есть я к своим одногодкам отношусь как старшая сестра. У вас еще есть невеста. Проходите знакомьтесь. Дискульт, привет. Согласен, где-то. Очень приятно. Вынужден меня поколовать. Ева, 35 лет. В прошлом владелица модельного агентства в Самаре. Сейчас сама работает моделью. Гордится тем, что в 34 года смогла с чистого листа. Признается, что опаздывает на свидание. Предупреждает, что не любит экстремальные виды спорта. И страдает частой сменой настроения. В отношениях с иностранцем сумела преодолеть расстояние в несколько тысяч километров. Но языковой барьер преодолеть не смогла. Надеется, что на ее пути к счастью с Сергеем не будет никаких преград. Ева, а гражданин какой страны был ваш возлюбленный? И сколько тысяч километров вы преодолевали, летая к нему на свидание? Где-то около двух тысяч километров. Это был голландец. Я просто без ума от этой страны. Это страна Гулливеров. Там самые высокие люди в мире. И я всегда просто пыталась слабость к высоким мужчинам. Я бы сказала так. Очень острые черты лица. Все-таки говорят о том, что у человека в характере есть какие-то остринки. Ну, ты-то точно знаешь. А познакомились с ним в Москве? Да, мы познакомились в Москве. Мы случайно зашли в кафешку с сестрой. И там все было занято. И он любезно пригласил нас к себе за столик. И как-то... Вы знаете, язык какой-то европейский? Английский, но, знаете, на таком уровне не то, чтобы вести философские какие-то беседы. Первые 32, а это 35. А разница такая большая. Так как девочка, видимо, у нее душа чистая. А вот эта женщина постарше. Ну, выглядит на свои года во всяком случае. А где вы учились? В каком городе? В какой семье вы родились? Я училась в Самаре. У меня два высших образования. Ну, почему-то я все время язык... Первое, это госуниверситет, социологический факультет. А второе, это уже такое по любви. Заочное, что ли? Коварный вопрос. Нет, это было очное. Очень вечернее. Очень вечернее. Это режиссер. Чего? Театр. Самарска. Ну, это может быть любой театр. Я был в Самаре. Обалденный город, шикарный. То есть это театральный институт? Да. Вы так мнетесь, жметесь, как будто вы работали в подпольном борделе. И вы говорите, ну, это было так, да, я должна себе было оплачивать. И чем вы? Ну, что так жметесь? Я закончила Ленинградский институт театра музыки и кинематографии. Я этим горжусь. Что же вы так прямо как будто стыдитесь? Ну, потому что это Самарский, не Ленинградский. А вы не знаете, что это сделал. Кроме нас никто не знает про это. Так что говорите, все. Вообще считается, Самара кузница красивых женщин. И там действительно все женщины кровь с молоком. Друзья мои, если вам нравится жених, за которого пришла бороться ваша подруга Ева, то мне ничего не остается, как предложить посмотреть на сюрприз. Да, покажете? Да, Сергей. Я хочу вас пригласить. Да, секундочку. Да, да, да. Ева, я не понял, что-то. Во, жестко как. Ты мне сказала, что мы просто идем потусить. А вы кто? Я друг ее. Вдруг. Я художник. Ты что, не знаешь, что ли, что я люблю тебя уже давно? Мы практически поверили. Так, знаете что, в таком случае я Сергея вызываю прямо сейчас на спортивный поединок. Это дуэль будет. И там посмотрим. Да, отлично. Отлично. Вот дело, отлично. Она любит того, а она любит другого, походу. Посмотрим на настоящих мужчин. Принимаем упор лежа. На кулаки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, семь, десять, одиннадцать, пять, шесть, шесть, шесть. А смотрите, а Сергей-то на одной ноге еще отжимается. Боже, у боже. Да посмотри, вот это мачо. Обалдеть. Такой молодец. Ты вообще. Хватит, Сергей. Какой молодец. Хватит. Ну вот это мужчина. Это вам не стероиды пить. Значит, все эти мышцы свои, настоящие. Да, да, да. Вот это вы кровью. Сереж, а я вот прямо предлагаю вам такому разгоряченному пройти на свидание. Что уж там выбирать. Нужен вам сплет 30 лет. Хватит, я могу сказать Ларису Гузеневой. Конечно, проходите в комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей, а еще бы мне хотелось узнать. А вы хотите еще детей? Я всегда хочу детей. Всегда хотите детей? Детей обожаю. Реально. И чужих в том числе. Я сам, наверное, большой ребенок. Интересно, а не нашли какие-то точки соприкосновения? Мне кажется, нет. Спасибо, девочки. Друзья мои, забирайте свою подружку, проходите в комнату. Спасибо. Евелиночка, я думаю, что у тебя уже сложилось, да, мнение о Еве. Ну, я, конечно, всегда ищу в человеке что-то хорошее. Молодец, правильно делаешь. Не очень ясно, что она хочет. Она еще хочет быть звездой. Она еще хочет быть где-то на небосклоне. Евелиночка, она хочет богатого мужа. Нормально уже выспаться, отъесться. Мне кажется, не только. Одеть нормальные драгоценности, понимаешь, это. Ну, надо засмотреть реально тоже. Ну, вот о чем мы речь? Скажите, Евелина, ты много встречала женщин такого возраста, которые реально оценивают свои возможности. Много, конечно. Конечно, ну как, мы такие женщины, мы оцениваем. Да, а вот я, например, редко на программе вижу. Правда? Да, когда приходит в 45, без детей, без скала, без двора, и она мечтает о любви и о детях. И невозможно переубедить, невозможно разговаривать на понятном языке. Кроме обид, колкостей и негатива в свой адрес, ты ничего не получаешь. У меня свое мнение. Я не собираюсь ни с кем спорить. Я честно скажу, у меня было чувство жалости. Но я вижу ее рядом с Сергеем. Правда? Да. Он всех видит. Вот рядом с Сергеем я вижу. А потому что Сергей ей нужен. Да. Она будет для Сергея все делать, потому что он большой, красивый, как она любит. Он спортивный. Вот на самом деле, Сереж, вот мы тоже сначала увидели Еву, говорит, нет, ну, Ева, нет. А сейчас вот Лариса правильные вещи сказала. Я вижу их рядом. А вы ей поможете приобрести стиль. Да, она может работать с вами, во-первых. Потому что она легкая на подъем, судя по всему. Сорвалась в Голландию, в 35 лет не побоялась приехать в Москву. У вас туристическое агентство. Вам нужны, вам нужна помощница, свой человек, легкий на подъем. А может, нужно вкладывать в свою жену. Вы внешне очень похожи. Она стройная. Чего? Слушай, ты похожа на него чуть-чуть. Ну, обалдеть вообще. У вас глаза похожи. Точно. У вас с ним. Внешне она вам же понравилась? Ну, мне же понравилась. Ну, так и пробуйте. Ну, не очень. Понравилась, но не очень. Но вы тоже должны, Сергей, осознавать, что вы взрослый. Да, я по себе все знаю, да, что я древний, что да, все, все, я по себе все в курсе. Роза, как тебе не весело? Вы спросите искренность. Говорю, как есть. Молодец, это ценно. Все-таки лучше свое воспитывать, чем брать готовое. Я вижу, что вы готовые хотите. Смотрите, у нее нет детей. И родственники не особо будут. Это облегчающий или отягчающий фактор? Я думаю, что для вас это лучше, потому что вы не воспитали ни одного своего ребенка. Как вам можно доверить чужих? Мы же правда сегодня все друг другу говорим. Поэтому я считаю, что это был бы для вас прекрасный вариант. А что скажут звезды? Конечно, у нее очень мощная луна. Она близка к вашей Венере, луна в рыбах. И она действительно человек добрый, Велина права. Но у этого человека хорошо именно цельность желания брака. В браке будут дети и брак от любви. Хорошая женщина. Присмотритесь. У вас еще есть одна инвестор, проходите знакомые. Здравствуйте. Добрый день. Желаю вам сделать правильный выбор и уйти отсюда со спутницей жизни. Взаимно. Татьяна, 45 лет. По образованию юрист. Пишет картины на продажу и подрабатывает танцовщицей стриптиза. Мечтает выучиться на диктора. Признается, что всегда задает много вопросов незнакомым людям и любит беседовать с умными мужчинами. Татьяна сама настояла на свадьбе с возлюбленным, но спустя два года приложила все усилия, чтобы аннулировать этот брак. Надеется, что с Сергеем ее ждет безграничное счастье. АПЛОДИСМЕНТЫ Гори, Гори. Вам души. Это вот от мамы моей. О, какие гурки. Спасибо. Мои любимые цветы. Татьяна, какой у вас красивый. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, слушайте, косметика творит чудеса. Снять косметику, если ей 50-55, даже мне кажется. 45 лет танцуете стриптиз. А вас, дети, я думала, что у вас в 30 лет уже уходят на пенсию. Как вы себя сохранили? Удивительно. Поделитесь. Нам прямо необходимы эти секретики с Семилиной. Какие насуши. О, спасибо. Так много комплиментов. Ну, я делаю упражнение для лица. Фейсбилдингом занимаюсь. А парочку упражнений покажите. Руками или... Руками. Вот, например, чтобы уголки губ всегда были подняты вверх, нужно вот так делать. Давить сильно, да, здесь? Нет. Вот эту губу нужно прижать. А вот эти уголочки поднимать вверх. Ого. Если есть морщины, то нужно придерживать. У меня есть морщины. Вот еще тоже очень хорошее упражнение, чтобы кокрый лица был хороший. Вот так. Тут есть такие мышцы. Раз. И вот так их нужно напрягать. А напрягать вот рот или вот эти мышцы? Рот ни в коем случае нельзя напрягать. Потому что тогда морщина будет. Ага. Тихо. Слушайте, овал. А овал лица вот, чтобы не подтекал. А вот овал, чтобы не подтекал. А вот. Это. Вот, да. Вот правильно она делает. Вот тут есть напрягать? Да. Вот эти вот все наши мышцы напрягаются. Очень хорошие. Это прям болит потом. Какое декольте у нее, а? Монящее. Скажите, вы же художница. Да. Но танцы приносят больше доход, чем картины. Ну, вы знаете, я танцами не могу сказать, что вот 45 лет я занимаюсь танцами. Я занимаюсь изредка и не всегда только стриптиз, а смотря какой контракт. Иногда и гоу-гоу разного вида. Но в основном это танцы на пилоне. А здесь у вас есть? Вот. А это сын. А картинка, говорит, у вас картина есть. Можно поотказать? Видео, видео, да. А, видео, давайте посмотрим. Димор. Сальвадор Галли сказал, что ни один художник не сможет стать великим, если он не будет копировать произведения великих художников. И я решила скопировать Джаконду Леонардо да Винчи. А это самый первый мой пейзаж. Вот это моя любимая картина. Послушайте, Егор, сколько вам лет? 23. Сойти с ума. Вы были замужем? Да, очень давно. И после того, когда вы поняли, что ваш возлюбленный поджевывает, вы решили сами ему сделать предложение? Да, мы потому что очень долго встречались, три года. И уже все подруги были с детьми, а я одна. А вам аж 20 лет, а у вас... 21, да. Ну вот Роза же говорит, что надо рано, быстрее выходить, рожать. А вот этот вещий сон, который ужасный какой-то приснился вам. Я вот стою на перекрестке дорог, вот там, где я живу, где я жила раньше, в белом таком красивом платье, таком очень красивом платье. И так жарко. И у меня в руках клетка для птиц. И у меня на платье кровь. И в этой клетке... Кровь это хорошо, это к родственникам. Да, и в клетке отрубленные лапки маленьких котят с козаточками. Есть сонник, потому что я, например, просыпаюсь и первое, что сонник. Потому что я вижу сны каждый день. А четверга на пятницу сон был? Это не имеет значения. Это вообще было в брачную ночь. О! Ничего себе! В брачную ночь! Кто же спит-то в брачную ночь? Сны смотрят страшные. И что? Ну вот и все. Нет, ну послушайте, это всего лишь сон. Это только я сумасшедшая могу ночью разбудить мужа, потому что мне приснилось, что он меня изменяет. И начать его колотить, понимаете? Она уже прелесть на счастливе. Ну, в брачную ночь. Кросс тоже символично. Ну, котятки, пальчики. Ну, я не то, что там вот кровь, я так испугалась. Хорошо, а разошлись-то из-за чего? Причин было очень много, на самом деле. Ну, во-первых, он непонятно, чем занимался, откуда приносил деньги. Ей на вопрос, откуда, он говорил, от верблюда. Нет, он говорил, боженька подал. Молодец, какой хороший. Да и нам тоже боженька дает. Вы понимаете, если бы еще деньги он приносил, это было бы очень хорошо, потому что иногда и не было денег, были такие периоды. А он ничего не употреблял, вот когда говорил, что... Ну, может быть, пробовал, потому что в те времена все там что-то употребляли. Да не все. Нет, ну, с ним подучие случилось однажды, когда у вас была в гостях подруга. Он вдруг упал, и у него там прямо вернулся муж, слюни изо рта. Это что, было-то такое? Ипериемция, что ли? У него начались галлюцинации. Это синдром, наверное. Ладно, Татьяна, сегодня другой день. Вот смотрите, вам 45 лет. Прекрасно выглядите. В разнице в возрасте, 7 лет с Сергеем, просто замечательно. А есть вопросы какие-нибудь, Сережа, есть вопросы? Вот вы говорите, что вы любите много задать вопросов незнакомым людям. Да, но вот, вы знаете, у меня муж мой был на 8 лет старше меня. И что? Ну, это большая разница в возрасте. Какие запросы? Я хочу вам сказать, что это не мой вариант. Ты ушла из зала, прикинь. А скажите, а вы в шахматы умеете играть? Да. Да? А вы в шахматы, да? Ну, очень плохо. Я как в этом фильме лошадью ходил, помните? А вот допускаете ли вы в отношении ходить налево? Допускаю, только мне интересна ваша трактовка вот этой фразы. Что значит ходить налево? Просто сходил, и сходил, и там занялся сексом. Сходил, и занялся сексом. Конечно, допускаю. Это все допускают, даже кто не понимает это. Ну, вот просто в наше время такое, я считаю, что вот, когда живешь с человеком, нужно заниматься сексом с одним человеком, потому что сейчас такие болезни страшные, что просто это... А он вам справку каждый раз будет принадлежить, чтобы все говорят. Я считаю, отвратительно это изменять, да, особенно когда тебе шестой десяток. Старые похотливцы выглядят отвратительно. Да я не про себя вообще говорю. Обоих полов. Нет, если вы допускаете, вы говорите, да, я допускаю. Зачем? Нет, даже если даже человек ходит налево, ну не говори об этом. Я вот про это говорю. Ну, ой-ой-ой. Я допускаю, что это про это против. Больше нет вопросов. Спасибо. У вас остался один бонус, скелет в шкафу. Если вы не против, да, вот это вот, гламурный скелетик в шкафчике, давайте как бы. Может, не стоит? Нет, давайте. Давайте уж посмотрим, что там у вас в шкафу. Думаю, что я уже так получилось неправильно сказал. Я вообще против изменений. Что это значит? Ну, вот знаете, у меня вот от папы передалась такая привычка. Ну, вот я иногда там задумаюсь и, ну, в носу ковыряюсь. А что с хозяйочкой потом делается? Как видите, куда я пробуюсь? Фу, ну хватит. Ну, как хватит. Мне вырвить сейчас гадость какая-то. Смывать. Фу. Они пробовали избавиться-то? Ну, так пробовали. Ну, я рубляюсь, конечно. Фу-фу-фу-фу. Мне испортили все настроение. Покажите сюрприз. Ромашка-ромашка, видно, что ковыряться. Не надо было ей это обрагать. Какой-нибудь стилет надо было другой. Я смотрю, я не участвую. Манне, манне. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Ну, я бы не сказал, что она шикарно танцует. Да, она никак не танцует. Я понял. Я знаете, о чем подумала? Вот мне в доме нельзя ничего. Ну, образно говоря, стихотворение с выражением я прочитать не могу. Потому что меня дети мои осуждают, обсуждают, критикуют. Ощущение, что я самая ужасная вообще мама на свете. Мне так понравилась реакция Егора на маму, когда мама сайгачила по сцене трусы пузырем. Он сидел и хохотал с таким удовольствием и с такой гордостью. Это такое счастье на самом деле. Да, вот принимать маму, которая заигралась немножко в маленькую девочку, надо срочно ей замуж за взрослого дядю. И ни за какого, ни за молодого. Потому что, знаете, да, когда мамы живут с сыновьями, со взрослыми и ведут себя как лялечки, это такая семья образуется. Все то же самое, только без секса. Все как в семье. Но вот нужно послушать, что она говорит, и сделать так же. Потому что вот я очень хорошо отношусь к критике, и мне интересное мнение Ларисы. Странная несоответственность, очень ухоженная, красивая женщина. Но вот она немножечко где-то витает в облаках, и меня сразу смутило, что она сказала, что это взрослая женщина. Если не успел, то опоздал. Вот, что страшно. Для меня, я по-простому скажу, ну, женщина ку-ку. Уж меня простите, конечно, но тут уже явно врач нужен. Это очень. А почему-то, если я про свой климакс рассказываю, и наоборот, даже рекламирую эту тему, это здоровье наше. Реклама климакса. Если это так, если это влияет на нашу жизнь, что нашим детям даже стыдно, ты сама говоришь, давайте честно. И я говорю честно. У меня вопрос к Тамаре. Тамар, скажи, пожалуйста, а тебе не показалось, что все это было гениально срежиссировано? И что Татьяна не та женщина, за которую попыталась себя выдать? На самом деле, это тип характера человека. Она телец, и в ней очень много близнеца. То есть, Солнце в Тельце с Сатурном и Меркурием. То есть, здесь мелькает и подросток, и человек очень взрослый. Вы обратили внимание, да? Нет, мне не показалось, как только задала ей один вопрос. По поводу наркомана мужа, она закрылась, и она не стала. Это как маленькие дети говорят, что не стала. Сатурн, потому что она закрывает свои проблемы и не хочет говорить об этом. Поэтому вот эта двойственность, она в ней естественна. Понимаешь, она ей присуща изначально на это. Друзья мои, советуйтесь. Вспомни трамвай желания. Я бланш мечтала сыграть всю жизнь. Моя роль абсолютно. Поэтому я и говорю, что это новое у всех своих. Я принял решение, какие бы ни были бы вторые. Это говорят, не бывает нелюбимых жен. Бывает первая, вторая, третья. Просто пускай это будет знакомо. А мальчик, кстати, я хотела сказать, а парня. Если мы даже останемся с ней в друзьях, мне очень приятно и комфортно будет с ней общаться. Реально. И внутренний потенциал такой. Ну, я не хочу говорить плохо, у меня это будет тысяча процентов. Руку пошла с тобой, сто процентов. Я согласен. Ну что, Ювелиночка? Я однозначно влюбилась в девушку. Я считаю, что если есть идеал девушки, то ее нужно добиваться. Поэтому я советую Анечку... Та-да-да-да! Это Аня. Хотя бы просто дружить, просто общаться, просто... Нет, это у нас не называется программа «Давай задружимся». Давай общаться, да? У нас это называется программа «Давай подружимся». Я посоветовала бы вам пойти к Еве, еще раз говорю. Я услышал, да, вы все три. Да, да, Ева восхитительна, и она абсолютно ваша женщина. Мне Сергей очень понравился, я даже буду его уговаривать, чтобы он тебя взял. Ева человек, который... Вы можете друг другу дать много, потому что она могла, вот сейчас скажу, она могла обидеться на то, что вы бросили фразу «понравилось, но не очень». Но я советую ей не обижаться на это, потому что вы можете дать ей новый поворот жизненный, рост, понимаете, личностный. А она вам поддержку. Да. Ну мы не обидчивые, ну что значит, обиделся, не обиделся, нет, мы же женщины, мы мягкие. В любом случае, к кому бы вы ни пошли, мы вас поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ И на сколько была старшая ваша зрелая женщина? На 10 лет. Да, кто-то любит выдержанные такие овощи и фрукты. Ну уже возраст не тот, как-то поприличнее хотелось бы. Ну сами решайте, не знаю, я уже в климаксе, поэтому, как говорится, мне тут не дает. Что посмотреть осталось, в общем. Я предлагаю всем выйти и поддержать Сергея. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне понравилось сразу, и я Велине шепнул, что я не знаю, какие будут вторые апеллиты, но ты мне понравилось сразу. Реально. Мы когда делали салат, я почувствовала, что мы однозначно не чудили. У нас есть пара Анна и Сергей. Если вы одиноки или вам понравится кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.